Типы данных Помимо обычного текста и цифровых значений, Excel поддерживает данные и многих других типов форматов. Время, дата, проценты, дробь и т.д. Microsoft Excel способен автоматически определять формат данных. Но только при условии, что они введены в соответствие с принятыми стандартами. Например, если вам нужно ввести в ячейку стоимость товара, то голая цифра без единицы обозначения будет воспринята программой как обычное число. А вот если ввести 25R, она переведет эти данные в денежный формат 25,0 рублей. По умолчанию, все ячейки книги имеют общий формат, который используется для отображения текстовых и числовых значений произвольного типа. Работая с разными данными, лучше сразу выставлять для них соответствующие форматы. Это облегчит последующие вычисления. Для того, чтобы обозначить формат вручную, сначала выделим нужные ячейки. Теперь откройте меню кнопки «Формат» на панели инструментов «Числа». В качестве примера выберите формат «Процентный». Обратите внимание, в некоторых случаях при изменении формата уже введенных данных, программа автоматически подгоняет их под соответствующую формулу пересчета. В нашем примере видно, что пересчет числа в проценты был произведен неправильно. Это произошло из-за того, что Microsoft Excel умножил каждое из них на 100%. Если же нужно, чтобы программа не выполняла пересчет, а обозначила процентным соотношением именно вводимое значение, то нужно сначала задать пустым ячейкам процентный формат, а только потом вводить данные. Как видите, программа изначально воспринимает вводимое значение как процент и ничего не изменяет. Это же правило распространяется и на другие форматы, за исключением текстового, при котором значения отображаются точно так же, как они были введены. Более подробно ознакомиться с доступными форматами и изменить некоторые их настройки можно в диалоговом окне, «Формат ячеек». Чтобы вызвать его, в меню кнопки «Формат» выберите пункт «Другие числовые форматы». В левой части окна представлен список форматов, вправы, параметры и описание каждого из них.